Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы говорим о ликвидации вот этого правового поля, фактически о демонтаже нашего государства, мы должны и все остальные проявления нашей жизни связывать вот с этим процессом. Потому что смотрите, что касается вакцинации. Мы видим, что вакцинация и вообще само производство вакцины, все это, весь этот процесс, он происходит нарушение законов и норм. Но именно это предполагает закон о правовом экспериментальном режиме, который был уже принят в отношении Москвы и который сейчас уже принят Советом Федерации в отношении всей Российской Федерации, то есть и нашей страны. Правовой экспериментальный режим позволяет реализовать определенные программы, которые не признают определенных норм, определенных законов, для чего и подготавливаются специальные программы. В прошлый раз мы говорили о программе, о законопроекте, который подготовлен Министерство эконом-развития, в соответствии с которым устраняется действие определенных статей трех законов о связи, о персональных данных и об обеспечении и здравоохранения наших людей. И мы говорили о том, что соответствующие статьи касаются как просто системы гоноздоровья, медицинской тайны, полной открытости о определенном порядке проведения экспериментов и опытов. То есть если это, наверное, будет принять, тогда действительно можно будет проводить вот эти опыты. А что такое вакцинация? Что такое вакцинация непроверенной вакцины? Это и есть фактический опыт, большой эксперимент над людьми. Показательно, что все это делается именно параллельно, да, одновременно. Что интересно, когда было заявлено о том, что у нас проведена, то есть создана эта первая вакцина, даже зарегистрирована, причем самое интересное, опять-таки вопрос о регистрации вакцины, это вообще просто какой-то детектив, потому что буквально за несколько дней до этого Ассоциация Организации Клинических Исследований, которая объединяет фармацевтические компании, заявила о недопустимости регистрации этой вакцины, потому что не соблюдены соответствующие правила и нормативы. Значит, было это сделано буквально за несколько дней. А сделано это заявление было, почему? Потому что, опять-таки, вот так это делается, накануне замминистра здравоохранения объявил, где-то было, по-моему, 7 или 8 августа, о том, что 17 августа будет осуществлена регистрация этой вакцины. Вот тут эксперты как раз и поразились, потому что никто не знал, что, оказывается, ее уже должны регистрировать, и никто даже и предположить не мог, что это возможно, в силу того, что она не прошла соответствующего процесса подготовки вакцины. На это уходит много-много лет. И вдруг, значит, после того, как буквально накануне Ассоциация об этом заявляет, дальше министр говорит, да, мы не будем регистрировать, вдруг мы узнаем от кого? От президента о том, что вакцина зарегистрирована. Произошло это в наене ока. Такое впечатление, что это сделали ночью, и утром дали, так сказать, уже возможность объявить. Вот так это все делается. То есть сейчас фактически мы должны понять, что возможно абсолютно все. Если мы не будем это контролировать, мы как граждане, тогда это зайдет уже слишком далеко. И одновременно я в связи с этим, в связи с экспериментом в области здравоохранения, хотела бы вспомнить такой факт. Еще в 2015 году у нас был принят в Государстве Думы закон о создании международного медицинского кластера на территории Сколково. Тогда было очень много шума, этот закон не сразу был принят. Почему было много шума? Потому что этот международный медицинский кластер фактически пользуется определенной территориальностью. Это громадная территория, на которой планируется лечить где-то несколько сот тысяч человек, которым предполагается создание своего, так сказать, медицинского образовательного центра и много всего другого. Но самое главное не это, а то, что там можно принимать и использовать лекарства, не лицензированные на Российской Федерации, и там можно работать с врачами, которые не имеют на это лицензии Российской Федерации. То есть нет соответствующих сертификатов и лицензий. То есть фактически этот международный кластер превращается в такую большую экспериментальную площадку. Что интересно, что начал он строиться, первый запуск, как раз вот где-то 16-17 год, именно тогда, когда у нас здесь в Москве закрывали больницы и поликлиники. То есть, судя по всему, эти больницы и поликлиники представляли конкуренцию для этого международного медицинского кластера, вернее, для тех фирм, которые должны были там работать. Но опять-таки показательно, что первая фирма, компания, с которой было заключено соглашение, это была компания израильская Хадаса, очень известная. Именно она фактически и стала как бы таким ядром основным стержневой структуры вот этого международного медицинского кластера. И вот когда началась острая фраза коронавируса, именно здесь началось строительство второй очереди международного медицинского кластера. То есть до этого, как мы видели, в Фенис-Драконе осуществлялась разрушительная политика, в то время как параллельно создавалась такая полуэкстерриториальная структура, в рамках которой фактически возможно проведение вот этих вот экспериментов. И как-то все это складывается в одну нить, все это складывается как-то в одну картину. Вот это производство этой вакцины, поразительно, уникально быстрыми темпами, отсутствие полной информации об этой вакцине, о том, кто ее производил, как ее производили, содержание этой вакцины, результаты тех опытов, которые они были проведены. Кстати, дошла опять-таки публикация, что те, кто вакцинировался этой вакциной, получили 144 осложнения. Я думаю, дальше, что мы узнаем еще больше, будет много всего интересного. Ну вот, далее подготовка вот этого закона, фактически ликвидирующего право на соответствующий порядок экспериментов и запрещающий проведение экспериментов и опытов, ликвидирующих вот эту медицинскую тайну. И успешное, да, продвижение в строительстве этого международного медицинского кластера. И самая интересная вот последняя информация, которая вышла, она у нас не прошла в широких СМИ о том, что фирма Хадаса заявила, что она будет участвовать в проведении проверки вот этой вакцины в дальнейших этапах. А до этого, как еще, по-моему, в апреле месяце была информацией, что Хадаса занимается производством тестов на проверку антител от коронавируса. Вот такие интересные вещи происходят. И это все, как бы, опять-таки, в рамках вот этого поля правового экспериментального режима. Поэтому сегодня одна из важнейших наших задач это восстановление правового порядка, как это не смешно звучит в нынешних условиях, того самого правового порядка, который якобы нарушают те, кто сегодня уступает за свои права. То есть все перевернуто, все перевернуто вверх ногами. Поэтому мы должны, думаю, поставить все это на ноги, чтобы голова была наверху, голова была там, где она должна быть, а ноги стояли крепко на земле. Дорогие друзья, хотела бы вам объявить, что сегодня есть группа специалистов, которые готовятся снять фильм документальный о том, что собой представляет цифровизация, о том, что собой представляет политика власти, направленная на эту цифровизацию, я имею в виду в семье, это до управления, до механизма управления. Фильм этот будет многосерийный. И в настоящее время мы собираем материал. Есть материал, касающийся всех проявлений цифровизации в нашей жизни. Поэтому у кого есть соответствующая история, у кого есть что сказать, я прошу направлять эту информацию по адресу электронному, который мы опубликуем внизу нашего видео. Спасибо. Товарищи, мы каждый день прорываем информационную блокаду путинского режима. На этом пути мы сделали еще один шаг. На нашем канале Сталинград 21 век каждый день в 19.00 выходит наш оригинальный выпуск новостей. Подписывайтесь на наш основной канал, подписывайтесь на наш второй канал. Будьте в курсе того, что происходит. Будьте вместе с нами. Так победим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова